мы подняли эту высоту этого градиента на уровень входной двери лестница проектировалась по эргономике с учетом высот всех возможных размеров она соединяется зоны для сна потолок здесь такой же бетонный как во всей квартире повторюсь моего обработали грунтом и покрыли его лаком in my room это marketplace красивой мебели заказывайте тысячи товаров с доставкой в любой город а пока смотрите наше новое видео и вдохновляйтесь на переделки привет my room добро пожаловать в эту необычную квартиру если вы еще сомневаетесь стать ли вам участником in my room tv то не сомневайтесь присылайте свои фотографии реализованные квартиры вот на эту почту и становитесь участником очень классного проекта и показывайте миру дизайн своей квартиры я зуева анна дизайнер интерьеров декоратор и сегодня я вам расскажу как на 26 квадратных метров мне удалось разместить огромную зону хранения отдельное спальное место кухню рабочий кабинет и зону гостиной и как нам все это удалось сегодня дизайнер расскажет вам все свои секреты мы находимся уже казел арт площадь 26 квадратных метров эта квартира создана для сценариста творческой женщины она кино драматург пишет гравюры занимается увлекается триатлоном в общем творческая мастерская для творческого человека передо мной стояла очень простая задача нужно было организовать большую систему хранения так как заказчик творческий человек я повторюсь у нее большое количество книг нужно было организовать рабочий стол организовать зону кухни спальное место с андресолью это вообще было одно из самых больших требований от заказчика и нужно это было сделать так чтобы по эргономике у нас все поместилось чтобы было комфортно подниматься комфортно спускаться задействовали каждый миллиметр этого помещения с точки зрения технической я вам расскажу чуть попозже здесь есть свои фишечки и лайфхаки изначально от застройщика предполагалась бетонная коробка с ванной комнатной и студии можно так назвать это а-ля кухня-гостиная потому что спальня здесь конечно же по плану не была предусмотрена по итогу когда мы выстроили стену мной было предложено заказчику сделать отдельную гардеробную и над ней уже зону хранения о которой я вам расскажу чуть попозже какие здесь секреты пойдемте вам покажу хочу вам рассказать про прихожую она достаточно узкая и здесь есть потайная комната в тайная ниша в которой спрятана гребенка электро счетчики мы ее покрасили и соответственно задекорировали здесь полочка для ключей куда можно положить мелочевку заказчица очень повторюсь творческий человек и у нее много разных гравюр много разных постеров которые она собирала с разных уголков мира привозила и оформляли все это прихожей у нас цементная плитка ручной работы делали ее в санкт-петербурге такая как лужицы на синем фоне дверь здесь вы красили мы в розовый цвет делали ее на заказ дверь входную мы не меняли оставили от застройщика заказали только панель и она у нас такая стала акцентной пыльно-розового цвета стены у нас здесь покрашены английской краской и красил я их сама потому что нужно было сделать эффект градиента но не ровного стыка а именно такой небрежности строители к сожалению не смогли это сделать так как ну сами понимаете от них все требует аккуратно здесь такая нужно было именно небрежность поэтому пришлось красить самой и мы подняли эту высоту этого градиента на уровень входной двери тем самым мы закрасили двери в ванную комнату и в гардеробную а здесь значит у нас с вами есть лестница которая играет роль не только как арт-объект но и у нее есть очень крутой функционал на нее можно повесить шарфики эта лестница в себе несет функцию самую прямую она во-первых откидная ее можно сделать установить под наклоном и подниматься по ней наверх на андресоль здесь у нас сделан лючок под покраску скрытый который служит нам тем же самым местом для хранения также эту две лестницу можно переместить в зону библиотеки подняться и достать книгу которую вам нужно стена здесь из пеноблоков она не пустотелая поэтому если захотите повторить не повторяйте на гипсокартоне потому что она должна быть здесь достаточно крепкая и здесь толщина стены 10 сантиметров соответственно нам позволило установить рельсу по которой лестница может перемещаться один из предметов мебели который перевезла с собой заказчица это шкаф который она декорировала самостоятельно и здесь она хранит обувь и прочие принадлежности которые необходимы для того чтобы собраться и уйти на работу у нас очень классные вешалки это дизайнерские датский бренд заказывали виде смайлика и вот эти мы уже купили здесь в москве они нам служат вешалками так по поводу потолка потолок у нас чистый бетонный здесь в деларте действительно красивые плиты бетонные не везде они есть и мы его оставили таким как он был родным покрыли его грунтом лаком и установили систему трекового освещения чтобы нам проложили чтобы сделать кабель-канал который мы тоже декорировали покрасив его в черный цвет мы сделали карниз потолочный ниже уровнем чем потолок и получилась такая найти иллюзия как воздушности у нас есть такой стеллаж он под 45 градусов в нем мы разместили библиотеку и атрибуты всевозможные заказчика здесь и краски она хранит акриловые и библиотеку какие-то сувениры близкие сердцу опять же мы находимся с вами уже в обжитой квартире здесь человек проживает больше чем полгода и соответственно здесь все именно то как человек живет в обычной жизни он из мдф стеллаж из мдф покрытый шпоном дуба выполнен на заказ по индивидуальным размерам достаточно сложное технологическое решение потому что опять же нужно понимать здесь узкий коридор он один метр и чтобы установить такие шкафы достаточно нужно хорошо постараться чтобы их поднять и поставить маленькая площадь квартир еще не означает что ремонт для нее будет простым и бюджетным очень важно составить подробную смету со всеми нюансами и стараться от нее не отступать сделать это можно всего за пять минут в калькуляторе ремонта от петровича все очень просто на странице калькулятора нужно выбрать или расчет по вариантам отделки от петровича или по готовому своему вести параметры помещения выбрать ценовую категорию и скорректировать некоторые пункты в готовой смете калькулятор показывает расходы на черновую и чистовую отделку количество и цену расходников учитываются даже пакеты для мусора а еще стоимость по каждому виду работ и общие по всему такой сервис находка для планирующих ремонт кстати доставку всех материалов которые вы выбрали в калькуляторе можно заказать сразу на сайте из прихожей мы с вами переходим зону гостиной эти две зоны объединяет большой шкаф который мы делали на заказ размером 530 высотой 280 он имеет вот такие французские жалюзиные фасады с очень красивыми декоративными ручками кремонами эти ручки пошли от франции ими украшают окна они функционируют но в данном интерьере они выполняют декоративную функцию в этой части шкафы заказчик хранит все для живописи для творческой мастерской своей а в этой части предметы у нее кухонная утварь так как кухня у нас небольшая соответственно все необходимые баночки она хранит в этом шкафчике у нас внизу два напольных покрытий два стыка напольных покрытий это цементная плитка инженерная доска мы ее стыковали с помощью герметика цвет более-менее подходящий наши инженерные доски конечно можно использовать пробковый компенсатор но мы использовали герметик инженерная доска у нас имеет два цвета натуральный дуб и серый очень хотелось сделать динамичный пол так как красивая плитка и не хотела сделать пространство в зоне гостиной и кухни обычным спокойным хотелось добавить именно динамики тем самым мы сделали вот такой вот рисунок французской елки и обыграли сделали его арт-объектом сейчас я хочу вам показать зоны кухни здесь очень красивая керамическая плитка по речи выглядит она как стеклоблоки на самом деле эта плитка когда мы ее освещаем у нее получается металлизированный такой эффект как будто это металл такая была изначальная фишка но когда мы увидели эту плитку в живую конечно же бесспорно она стала таким акцентным пятном всей кухни в кухне используется акриловая столешница у нас тоже в роли акцентного такого пятна это смеситель у которого есть фильтра для воды питьевой дозатор и конечно же у нас есть сместительная зона хранения здесь мы храним чашечки тарелочки у нас отдельной сушки нет потому что заказчице это не не нужно угловой шкаф все очень вместительное и соответственно выполняет функцию того что необходимо здесь у нас вытяжка она привязана к вентиляции вентиляцию мы проложили по всей части квартиры она у нас ванной комнате в гардеробной и соответственно на кухне варочная поверхность на две комфорки духовой шкаф с функцией свч и конечно же отсек для столовых приборов здесь у нас спятан встроенный холодильник так как человек здесь проживает один соответственно такого маленького устроенного холодильника вполне достаточно есть морозильная камера и свою функцию он выполняет на все сто процентов здесь очень необычный потолок задача состояла в том что нам нельзя было опускать еще ниже уровень потолка потому что сейчас здесь ровно два метра и есть направляющие железные которые мы варили чтобы создать всю эту конструкцию и если бы мы использовали гипсокартон то потолок стал бы ниже и этот край торец всей этой конструкции был бы не очень эстетически красивым нам получилось очень здорово задекорировать использовали вот такой вот решетчатая решетчатый такой потолок гриль я то называется в него встроились идиотные ленты которые между прочим демируются сейчас я вам покажу вот она его можно выключить и можно сделать ярче можно сделать приглушенным таким достаточно интимным или просто выключить подписывайтесь на in my room потому что здесь есть много интересных идей не только от профессионалов но и от людей которые уже завершили ремонт если у вас есть вопросы по этому дизайну пишите в комментариях и на все отвечу из зоны кухни мы с вами переходим в обеденную зону барную стойку вместе со всей конструкцией мы проектировали самостоятельно реализовывали ее сами под высоту барных стульев мы рассчитали высоту столешницы за который удобно не только принимать пищу но и соответственно работы у заказчица был запрос на темные сложные цвета в интерьере но визуализировать это заранее на такой площади очень сложно петровичи придумали очень крутую вещь виртуальная примерочная ее суть в том что вы заходите на сайт и загружаете фотографию комнаты и выбираете там типы и цвета покрытия для стен и пола то есть вы сможете заранее и с максимальной реалистичностью посмотреть как будет выглядеть ваше пространство после ремонта а еще товары из примерочной можно сразу оформить на доставку переходите по ссылке в описании чтобы воспользоваться сервисами петровича хотелось бы особо отметить зеркальную стену потому что она изначально у нас была по проекту немножко в другой правда раскладки из-за технических характеристик и причин которые возникли во время проектирования лестницы мы изменили раскладку в зеркальном панно то есть производитель который нам делал и проектировал этот шедевр предложил продублировать молдинги на стене сделать точно такую же раскладку как раз таки в панно для такого зеркала действительно большого масштаба но длиной больше трех метров высотой 280 нужно идеальная поверхность чтобы все швы весь фацет сошелся идеально достаточно сложная работа потому что ребята здесь провели не один день и не один монтаж все это делали опять же привязываясь к лестнице они сотворили чудо все очень аккуратненько обошли здесь у нас зоне гостиной получается расположился большой рабочий стол кстати который вы можете купить на marketplace in my room стена у нас здесь выкрашена в два цвета это темно-зеленый и серый серый выбрали потому что он нейтральный и подходит очень хорошим может быть фоном для таких ярких аксессуаров как раз таки как как этот борт у нас окна от застройщика мы их не меняли решили их только покрасить и изменить соответственно ручку откосом мы покрасили даже как и раму такой зеленый оттенок подоконники деревянные дубовые окна мы оформили деревянными жалюзи которые выполняют тоже свою функцию они могут затемнять а могут давать естественный свет то есть их можно поднять их можно опустить здесь большая зона хранения в которой мы интегрировали диван со спальным местом да он раскрывается с помощью трансформации подлокотников получается прекрасная зона для размещения какого-нибудь члена семьи или гостя мы его вписали в наш нашу конструкцию из стеллажа украсили прекрасной картины которые на самом деле не картина а платок ручной работы опять же заказчица привезла его откуда-то из своих поездок и командировок основная задача на самом деле была подобрать правильный оттенок зеленого потому что у нас он присутствует в прихожей присутствует на откосах но шкаф у нас на самом деле другого цвета и соответственно мы заколеровали краску для стены в тот же цвет что и шкаф тем самым мы растворили пространство растворили этот шкаф в едином пространстве с диваном свет у нас функциональный он играет роль бра для чтения или просто для создания интимной обстановки похожий светильник вы можете приобрести на marketplace in my room в этой зоне гостиной соответственно можно отдыхать заряжать какие-нибудь свои гаджеты почитать книгу и посмотреть телевизор пока на данный момент его нет но розетки для теле для тв мы предусмотрели чтобы установить кронштейн для телевизора на стеклянной на зеркальной или стеклянной поверхности конечно же нужно будет пригласить монтажников производителей зеркального панно для того чтобы смонтировать зеркало а в дальнейшем кронштейн не должна быть идеально подготовленная поверхность не должно быть пустот между стеной и зеркальной основой освещение достаточно интересные здесь потому что мы использовали использовали открытую проводку трековая система и абажур ручной работы провода из этих светильников мы замаскировали в кабель-канал и покрасили его в черный цвет как и трековое освещение здесь открытая проводка проходит только по потолку нету минусов на самом деле есть только одни плюсы это экономия бюджета на строительные работы и плюс ко всему то есть стоимость вот такого кабель-канала 24 рубля и кисточка с краской отдельно хочу вам рассказать про конструкцию андресольного этажа как мы ее проектировали и чего она сделана металлические основания которые мы в штробили в стены по всему периметру гардеробной и кухне таких будем так говорить основании четыре штуки которые здесь держат всю конструкцию плюс еще у нас есть перил декоративные но на самом деле не декоративным и сварили единую конструкцию которая тоже соединяется с основанием андресольного этажа и несет себе функцию опоры здесь толщина стены у нас меньше зоне кухни если вы посмотрите наверх то увидите перепад толщин стен это сделано для того чтобы в основные стены были у нас определенного размера то есть они у нас там стоит пеноблок десятка а здесь у нас пеноблок стоит пятерка это делается для того что сделалось для того чтобы наша встроенная техника на кухне вошла в столь маленькие габариты отдельно хочется отметить лестницу потому что это тоже такая достаточно интересная конструкция ручной работы варилась она из железных профилей здесь мы расположили небольшой зимний сад и уголок для окошечки мы ее не видим потому что надет сейчас отдыхает а еще смотрите что сделала заказчица чтобы цветы получали ультрафиолет здесь такая лампа лестница проектировалась по эргономике с учетом высот всех возможных размеров она соединяется зоны для сна у нас получился андресольный этаж который мы использовали виде зоны для спальни для сна опять же здесь есть все необходимое для жизни для отдыха есть освещение скрытого монтажа есть полочка положить телефон зарядить телефон либо какой-нибудь гаджет здесь располагается ортопедический матрас ширина матраса метр двадцать здесь здесь достаточно комфортно спать виде основания мы выбрали тоже инженерную доску которая замечательно заподлицо встала со всей конструкции это у нас гардеробная она достаточно маленькая но при этом очень функциональная вместительная здесь хранится вся атрибутика моей заказчицы то есть это и бижутерии винтажные всевозможные и очень большая коллекция духов гардеробные мы расположили опять же место для чемоданов пылесос который у нас стоит на зарядке и без проблем снимается и можно им пользоваться прекрасно за фасадом спрятались наши вещи и здесь опять же продолжение коллекции духов у нас предусмотрена система вентиляция которые работают от включения клавиши принудительная с обратным клапаном и мы добавили вот такой вот и киевской зоны хранения которые модульная и ее можно трансформировать а сейчас я вам раз хочу рассказать про ванную комнату одно из самых красивых мест в этом доме но очень необычное видит цветового решения потому что здесь используется практически три цвета это розовый синий и зеленый очень интересная система для хранения у него есть хранение для полотенец косметики и прочей бытовой какой-то химии внизу у нас прятана стиральная машина и рядышком со стиральной машины мы встроили отсек под напольную вешалку дверь у нас скрытого монтажа которые мы покрасили в розовый цвет и добавили такой очень тонкий элемент в виде черной ручки которая привлекается как раз такие синтехникой здесь можно выделить это зеркало потому что она масштабная по своим размерам она до самого потолка и полностью идет прилегание с тумбой то есть по всему периметру идет зеркало они расположили круглую чашу раковины добавили черный смеситель и для того чтобы тоже можно было делать макияж мы встроили вот такие вот профили светодиодные и закрыли их рассеивателем и душевая на строительном исполнении опять же здесь очень мало места но при этом здесь можно проходить без проблем не будешь спотыкаться учитывая то что заказчица она миниатюрные очень маленького и размеры и рост поэтому ездить комфортно находиться отдельно хочу выделить плитку потому что плитка в этом проекте безумно красивая она разной формы цвета и фактуры несмотря на то что в этом интерьере используются разные рисунки геометрии на полу один узор на стену другой это все складывается единую очень стильную концепцию и расширяет пространство за счет своей динамики полотенце сушитель у нас покрашен зеленый цвет перекликается с цветом на фасаде шкафа и у нас такой небольшой завершающий штрих это как раз таки полотенце она тоже получилось в этом цветовом решении над инсталляцией мы спрятали полочки для всевозможных хозяйственных нужд потолок здесь такой же бетонный как во всей квартире повторюсь моего обработали грунтом и покрыли его лаком трековая система она у нас тоже открытая и проводку мы точно также спрятали в кабель-канал который покрасили в черный цвет спасибо my room что пришли в эту нестандартную квартиру жду вас на новых своих проектах приходите пока пока